Высказывайте свое мнение. На волне 14.30 а.м. Будь в центре событий. Уважаемые дамы и господа, в эфире неполиткорректное ток-шоу Сергея Зацепина, его ведущий я, Анатолий Червец, и участники это все вы, которые, во-первых, выйдете на наш веб-сайт, на нашу страничку radioinvc.com, либо зарегистрируйтесь на нашем канале YouTube Radio NVC, ну или, конечно, на нашей страничке Facebook Radio NVC, а также нас можно слышать на волне нашей радио 10.10.am в Портленде. Номер телефона у нас в студии по-прежнему 847-400-5200, поэтому, пожалуйста, набирайте телефон, набирайте номер, звоните, будем общаться, обмениваться мнениями и отвечать на вопросы. Ну а пока я бы хотел обозначить две темы, которые я бы хотел сегодня обсудить. Если у нас хватит времени на обе, если нет, ну, первая тема, это ближе к нам, я имею в виду в Чикаго, это, конечно же, тема вот этого так называемого, ну или действительно киноактера или актера сериалов Джесси Смолетт, и так как очень много новой информации поступило по этому поводу, ну и, конечно же, вторая тема, это репорт Роберта Маллера, его последствия, его обсуждения и так далее, и все то, что с этим связано. В первую очередь, я, как всегда, хотел бы от всего сердца поблагодарить всех, вообще всех радиослушателей, которые нас слушают, которые нам звонят, которые нас смотрят на наших страничках, в Фейсбуке, Ютубе и так далее, и, конечно же, особая-особая благодарность всем тем вам, которые нам помогают финансово создавать еще лучшие качества наших тем, нашего вещания. Это люди, которые своими финансовыми влияниями, поддержкой нам оказывают огромнейшую помощь. Спасибо вам всем огромное, безмерное. Вы лишний раз доказываете то, что все, что мы делаем, это делается не зря. И вот у нас появился первый телефонный звонок. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Добрый день. Извините, может быть, я не по теме, но во вчерашней передаче вместе с Сережей вы назвали корреспондента, который выступает на каком-то из русских радио в Чикаго. Он эксперт. И на каком радио он выступает? Ну, я вам скажу такую вещь. Знаете, в каждой шутке есть доля шутки. Конечно же, он никакой не серб. Имя, которое я назвал, это, честно говоря, мной выдуманный псевдоним для того, чтобы избежать всевозможных юридических проблем, так как у нас в Америке, если чуть что не так, тоже все бросаются к адвокатам судить всех и все. Поэтому это было чисто такое юморное прозвище, которое я придумал этому человеку. Но это прозвище описывает, я думаю, что очень близко к тексту, его суть и его натуру. Поэтому это то, что я могу вам сказать на сегодняшний день. Но в принципе, в принципе, дорогие друзья, все, что произошло в Чикагоском... Спасибо вам за звонок. Все, что произошло вчера в нашем эфире, я имею в виду вот именно это обсуждение. Я не шутил, когда я сказал, что я хочу на этом поставить точку. Моей целью не является постоянное гнобление вот такого этой радиостанции или ее ведущих и так далее. Я просто хотел донести до сведения всех тех, которые являются слушателями и нашего радио, и радио того, о котором я говорил. Просто чтобы вы понимали одну вещь, что мы знаем абсолютно четко, что происходит, что говорят, как говорят и так далее. То есть мы не прячем голову в песок. Все то время, которое нас обсуждали не в самом благоприятном свете, мы принимали отчетливое решение не связываться вот с этим, ну, с этой субстанцией, которая изрыгает вот эти все перлы так называемых исправлений русского языка. И поэтому это вот это единственное, что я хотел сделать. Просто довести до вашего сведения то, что мы это все знаем, потому что нам очень часто звонят, говорят, вы себе, как вам нравится, вас там так, вас там и так. Ребята, мы это все знаем. Мы осознанно не проявляли к этому никакого интереса только потому, что мы не хотели доставлять удовольствие вот этим так называемым горе-журналистам. Но при всем при этом то, что поставило последнюю точку и вынудило нас все-таки провести вот такой эфир вчерашний, это еще раз, это было то, что нам просто начали и нам, и вам, дорогие радиослушатели, те, которые нам помогают финансово и так далее, нам просто начали ставить палки в колеса. Не знаю, то ли это из зависти, то ли это от бессилия, то ли это от степени своей воспитанности, не знаю, не могу. Я не психиатр, я не психоаналист. Но вот когда дошло уже дело до этого, мы просто не могли смолчать и решили все-таки это вынести, как говорится, на всеобщее обозрение. Все, на этом эта тема закрывается полностью. Я не хочу больше этого обсуждать, я не хочу объяснять, что, как, кому и зачем. Я достаточно, мне кажется, достаточно понятливо объяснил свою позицию, поэтому все остальное это уже, как говорится, судить вам и думать, делать свои выводы и так далее. Вот, поэтому спасибо всем огромное за то, что вы меня вчера выслушали. Спасибо всем огромное, кстати, за вашу огромнейшую поддержку не только на радио, но и по телефону. Не могу вам даже передать количество звонков, которых я получил, уже находясь в офисе студии после эфира, и где мне было высказано, ну, просто очень нужная и важная для меня поддержка. Всем вам огромное спасибо. На этом мы закрываем эту тему и принимаем следующий звонок. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вам хочу сказать, что я, Варсел, с вами согласна. Я считаю, что нам нужно прекратить обсуждение этого артиста, потому что это абсолютно неинтересно, не нужно, а больше тратить время на то, что мы должны знать, что происходит в нашей стране, политику и экономику. С чем мы сейчас живем. А вот этот артист, этот певец, это грязь, которая не стоит нашего внимания и вашего внимания и нервов. Согласен. Спасибо вам большое. Сто процентов. Вам огромное спасибо за понимание. Так вот, быстренько переходим именно к тому, что нас действительно интересуют новостей, конечно, целая тележка и еще возок. Вечно неумирающий Джесси Смолед и его, ну вот он, тебе звонок. Добрый день, вы в эфире. Толя, добрый день. Добрый. Анатолий. Да-да-да, Толя, сфайл. Слушайте, я сегодня газетку схвативаю в рекламу. Да. Буквально 10 лет назад. И там по лозе высыпало серво опять кричит, что Трамп убивает Меликер, Меликей, он хочет убрать там очень много денег забрать и что-то 700 миллиардов в течение 10 лет сократить. Насколько это правда? Как это действует? Или это так? Нет-нет-нет, это правда. Спасибо огромное. Послушайте по радио. Я обязательно в это углублюсь немножко. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Вы знаете, конечно, новости очень важны. Но каждый день новости, новости. Мы должны действовать, да. Я уже звонила по этому поводу, что сейчас идут муниципальные выборы. Я сказала, что для того, чтобы узнать, кто республиканец, а кто демократ, потому что там все написано independent, надо сходить в хедквотор, соответственно, республиканской партии, или если у нас есть такие желающие, демократической партии, и выяснить это. Но все-таки идти голосовать, потому что там вот эти трости, и школы, и все прочее. Мы часто здесь слышим, что вот наших детей промывают им мозги, и все прочее. Если не будут ходить и голосовать за тех, за кого нужно голосовать, естественно, будут промывать мозги. И уже многие мусульмане, между прочим, среди этих тростей и в школьных борт, офф-директор, понимаете? Понимаю. Поэтому второе число, апрель, это день выборов. Но есть еще ранние выборы. То есть еще до сегодняшнего дня, по-моему, можно идти и на ранние выборы. Спасибо большое. Спасибо огромное. Мария, естественно, вы правы. Единственное, что вот там, где то, что касается вот этих велочек, тростей и так далее, к сожалению, они идут больше не по партийной принадлежности, они в основном идут по своим так называемым убеждениям и так далее. Поэтому тяжело проводить выборы в велочи борды, в велочи тростей и так далее, судя по принадлежности партийной. Просто люди, которые хотят как-то сделать осознанный выбор, я вам советую идти и больше читать про тех кандидатов, которые вам предлагаются. То есть смотреть, на что они больше обращают внимание. Смотреть на их предыдущий, так называемый, трек-рекорд. То есть, что они делали, за что они боролись ранее. Являются ли они за поднятие тексов, налогов. Являются ли они, будут ли они голосовать, например, за улучшение и траты денег на улучшение вашей велочи, в которой вы живете, или же они начнут урезать всякие программы и так далее. То есть, это очень-очень интересный, я кшелый вопрос, который... Те люди, которым это не безразлично, вы действительно можете сыграть огромнейшую роль в том, как живет тот или иной пригород, та или иная деревня, тот или иной город. И вот именно к этому, я так понимаю, вас и Мария призывает, и я вас призываю, делайте осознанный выбор, потому что даже иногда, и я вам приведу, могу привести множество примеров там, где даже в кондоминиум ассоциейшнс, в ассоциациях кондоминиумов, когда выбирают правильных директоров, когда выбирают правильных глав этих администраций или ассоциаций, то и ваш кондоминиум комплекс становится краше, лучше и более дружелюбен к своим жителям. А вот там, где выбирают абсолютных таких, знаете, заскорузлых, так называемых пенни-пенчерс, то есть это люди, которые экономят каждую копейку, надо или не надо, вот там страдает, конечно, и ваша кандо, ваша окружающая среда, ну и так далее. Поэтому вот в этом очень важно, важно разбираться. Добрый день, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. К нашей границе с Мексикой нагулять новый караван. Скажите, пожалуйста, а что случилось с предыдущими караванами? Их приняли или что случилось? Да, 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 я понял, все, спасибо, послушайте по радио. Значит, давайте так, по порядку, по мере поступления вопроса. Значит, первый вопрос, давайте я пойду в обратном, честно, порядке, просто оно легче. Значит, что у нас происходит с караваном? К нам сейчас приближается еще два каравана, которые созданы были в Гватемале. Идут они через Центральную Америку, границам с Мексикой. Значит, те предыдущие, кстати, вот сейчас идет, поступило предложение от некоторых политических деятелей рассмотреть в криминальном ракурсе финансирование этих караванов нашим, в кавычках, дружелюбным Джорджем Соросом, который, ну, просто продолжает выбрасывать, не выбрасывать, а заполнять каждую, каждый миллиметр пространства своими деньгами для того, чтобы просто разрушить нашу страну и наш строй. Так вот, уже поступило такое предложение, будут ли его рассматривать или нет, я не знаю, но, по крайней мере, какие-то телодвижения начались. Теперь, что произошло с прошлыми караванами? Значит, на границе с Мексикой, особенно в таком городке небольшом, называется он El Paso, Texas, это прямо пограничный городок. Сейчас большинство караванов, они интересны, они идут не через Тихуану, то есть там, где вот Сан-Диего, да, вот эта часть границы, то есть юго-запад Калифорнии, а они сейчас стараются идти через Техас. И это тоже не случайно, это не случайно, потому что в Техасе, как мы знаем, ну, Тед Круз, конечно же, он всегда был, есть и будет против нелегальных иммигрантов, но там есть определенные элементы, вот даже тот же Бейт О'Рорк, который так рьяно рвется на пост кандидата в президенты, и который пытался выиграть выборы в Сенат от штата Техас, он же кричит, мы все эти границы разрушим, мы должны поменять закон для того, чтобы все были, ну, добро пожаловать всем и каждому в нашу страну и так далее. Так вот, они сейчас поменяли немножко свое направление, идут через Эл-Пасо, Тексас. Теперь, там, вы сами понимаете, если, кстати, те, которые следили за новостями и за политикой по отношению к нелегалам, вы слышали, да, что были предложения от таких, как Камала Хэррис, Кэрстен Джеллибрэнд, это наши кандидаты в президенты, которые кричали, мы должны не только вообще убрать АИС, то есть службу, которая борется с нелегальными иммигрантами, уже находящимися внутри страны, но мы должны сделать так, чтобы было как можно меньше мест коек, так называемых, или места коек, или койка мест для того, чтобы принимать, для того, чтобы задерживать нелегальных иммигрантов. То есть, вы сами понимаете, да, что и чем меньше места, где их можно содержать, как типа карантин, тем больше нелегалов будет выпущено в пространство нашей страны. Так вот, эти горе кандидаты в президенты, они борются за то, чтобы сократили вот эти койка места. А вот то, что нам показывают и рассказывают пограничники и люди, которые находятся на границе, которые там работают, они показывают совсем другое. Там такое количество и такое скопление вот этих иммигрантов, то есть, их пока что еще есть возможность не выпускать, не выпускать, вернее, на просторы нашей страны. Их держат в так называемых карантинных местах. И я вам скажу, конечно же, это не очень лицеприятная картина, скажу честно, не для слабонервного, когда показывают там типа вот место, огражденное забором, и сверху идет колючая проволока, и там просто невероятное, неимоверное количество вот этих нелегалов, которых задерживают до установления личности, ну и до выписки им вот этих вот тикетов, бери повесток, явиться в суд и так далее. То есть, количество неимоверное, и они все больше еще и поступают, и поступают, и поступают. И, в конце концов, это говорю не только я, это говорят все, которые связаны вот с этим, с этой ситуацией, с этим движением, говорят одно, что мы приближаемся к действительно катастрофе невероятных размеров. Почему? Потому что, конечно же, количество задержанных нелегалов в многие разы преобладает перед количеством работников на границе, пограничников, адвокатов и так далее. То есть, не дай бог, не дай бог, если это все перерастет в так называемый хаос, то есть, если они вырвутся из вот этих загонов, если они начнут штурмовать наших пограничников и так далее, поверьте мне, мало нам не покажется. И я через это прошел в свое время, те, которые приехали в нашу страну вот 70, между 75 и 79 годом, мы все прекрасно помним, что происходило тогда в городе Майами. Для тех, которые через это не прошли, я быстренько расскажу, что вот точно так же, как сейчас нелегалы рвутся через границу Техаса, Калифорнии и Аризоны, вот точно так же в свое время, где-то в 76-м году, в 77-м году, вот так рвались в Америку беженцы из Кубы. Причем, точно так же, как сегодня, вот я смотрю сегодняшние новости, и у меня просто в глазах дежаву. Вот точно так же те, которые добирались до суши на территории Соединенных Штатов, то есть вот город Майами, да, допустим, и которых вылавливали из воды, вот их всех направляли в так называемые вот эти, ну, типа конституционные лагеря, или это были так называемые карантинные зоны для выяснения личности. Почему? Потому что тогда, когда Кастро открыл границу и сказал всем, он не сказал всем, которые хотят, давайте, он выпустил из тюрем сумасшедшее количество криминального контингента и торговцев наркотиками, и убийц, и не только, ну, были некоторые политические, но было очень мало. И он их просто специально вот всех выпустил для того, чтобы они попали в Америку. Так вот, американцы пытались все-таки установить личность, разницу между теми, которые были нормальные кубинские граждане, и теми, которые были, составляли из себя криминальный контингент. Но для этого их нужно было где-то содержать. И вот их содержали тогда в пригородах Майами, в пригородах, ну, и некоторых даже вот в самом городе, в городской черте. Так вот, когда в 78-м году произошел взрыв, я имею в виду взрыв протестов вот в этих загонах, где кубинцы начали просто атаковать всех полицейских, всех тех, которые охраняли вот эти загоны, и начали вырываться наружу, начали воровать у полицейских оружие. И, в общем, поднялся сумасшедший хаос. И это все привело к тому, что я лично это испытал в 79-м году, когда я со своими друзьями приехали на свадьбу к нашему общему другу, и мы заехали в черту города Майами, мы не могли себе поверить. На каждом перекрестке города, на каждом. Вот там, где вы сегодня считаете, что это когда-то это назывался Майами-Бич, сейчас оно все разделено там на Салт-Бич, на Сани-Айлз и вот эти все районы, Халливод, Халлендейл, раньше это все называлось Майами-Бич. Так вот, на каждом углу стоял полицейский вооруженный и наблюдал за порядком. На каждом углу были повешены четыре камеры, которые смотрели, на каждом углу по камере, которые вели наблюдение за тем, что происходит именно на этом перекрестке. То есть это был сумасшедший дом, дорогие друзья. Вы не представляете себе эту картину. И вот это то, что сегодня вот такой пузырь назревает на южных границах нашей страны только потому, что наши друзья дельмократы, я их по-другому не могу назвать. Вот Сережа абсолютно прав, когда он их называет либерастами и дельмократами, потому что это именно благодаря им создается вот такая ситуация на границе, и никто не думает о том, что, не дай бог, может случиться. Я в этом месте хочу остановиться. Мы сейчас уйдем на рекламную паузу, а потом вернемся, обязательно еще об этом поговорим. Субтитры сделал DimaTorzok